Всем привет! Сегодня я решила попробовать накрасить глаза. Вообще, хочу я вам сказать, что глаза я красить не умею. В молодости, если вы видели мое видео, там 96 год, я просто красила стрелки черные, коричневые тени и ресницы. И мне этого было достаточно, чтобы выглядеть ярко, эффектно. А потом, когда уже лицо стало меняться, веки немножко потяжелели, и стрелки стали как бы заламываться. Я перестала их красить. Ну, уже другой был макияж, и, в принципе, я там уже тенями пыталась как-то это все обыграть. Но последние годы я вообще краситься перестала почти. Или просто обхожусь каким-то одним тоном, обычно это такой серый, там цвет гранит, ну серенький. И реснички, и все. То есть немножко обозначала глаза. А вот недавно мне дочка подарила палетку. Вот такую вот палеточку. Вы видите, очень много разных оттенков теней. В основном здесь оттенки, которые я люблю. Это такие вот коричневые, темные, светлые, серые, темные, светлые, бежевые, белые. Ну, в общем, такие вот оттенки, это не цветные. Тени цветные не люблю. Синие, зеленые вот не люблю. А здесь разные оттенки. Я хочу попробовать накрасить тени несколькими тонами и посмотреть, что из этого выйдет. Я сегодня зашла в интернет, посмотрела, как показывают визажисты, как это нужно делать. И при том, с учетом обвисшего века верхнего. В общем, не знаю, что получится, но, по крайней мере, я дома. Я пока поэкспериментирую. Если мне понравится, я это буду применять дальше. Не понравится, буду, может быть, другие варианты пробовать. Но пока не приду к чему-то такому, что меня удовлетворит. Если вам интересно увидеть результат, оставайтесь со мной. И смотрите дальше, что будет. Значит, первое, что я сейчас сделала, это я намазала кремом лицо, сверху намазала тоналку. Тоналку нанесла и на веки тоже. Там говорят девочки, что нужно нанести базу. Но базы у меня нету, можно обойтись тоналкой и, в общем, все это дело запудрить. И я сейчас просто немножечко припудру все это. Волосы соберу, чтобы они мне не мешали. Мне как-то легче, когда я наклоняюсь, и волосы мне не падают в глаза. Все, я полностью открыла лицо. И теперь беру пудру. Пудра у меня рассыпчатая, моряки. Я ею еще пока пользуюсь. Ну вот, что-то, нечто вроде базы я нанесла. Девочки, если кто-то знает, как нужно правильно краситься, если вы увидите где-то какие-то мои ошибки, то я прошу вас в комментариях, подскажите мне, как тогда лучше правильно использовать тени, как правильно наносить. В общем, я, конечно, сейчас буду делать все, наверное, неправильно. Ну, как получится, буду стараться. Что касается бровей. Коррекцию бровей мы будем делать с дочкой позже. Пока что брови какие есть, такие есть. И у меня сейчас даже нет под рукой карандаша подходящего, которым я могла бы их там чуть-чуть подрисовать. Поэтому мы их не трогаем. И еще меня вот беспокоит то, что одна бровь, она у меня выше, она у меня как бы приподнята, другая ниже. И поэтому получается, что у меня одно веко более нависшее, а другое менее нависшее. Как я сейчас буду с этим справляться, не знаю. Ну, буду по интуиции, в общем, делать, как получится. Вот из этой палетки сейчас я хочу взять вот этот цвет и нанести его вот сюда в углубление и сделать вот эту галочку затушевать, круглой кистью растушевывать. Я так, как я правильно поняла, вроде как так это должно делаться. Сейчас посмотрим, что это получится на деле. И вообще мне интересно, что за тени, как они ложатся. Ну, ложатся они не сильно, потихонечку. Поэтому буду добавлять уже. Это даже легче, чем потом их стирать. Ну, вот как я правильно поняла, я вот эту вот галочку сейчас заполняю, да, вот до конца галки. И вот это углубление я прохожусь. Ну, тени, вообще-то они очень такие светлые, светловатые я взяла. Ну, ладно, посмотрим, будем добавлять по мере необходимости темного тона. Теперь мне нужно лицо немножко так вот наклонить и посмотреть, насколько у меня здесь видны тени. Что ушло под складку, а что выше. И мне нужно заполнить вот это пространство. Ну, вроде что-то такое похожее. Так. А теперь я беру темно-коричневые тени и кладу их опять вот сюда, в эту складку. И начинаю потихоньку растушевывать и заходить в углубление. Так как эти тени я еще ни разу не пробовала, поэтому я могу в цвете сейчас просто ошибиться. Ну, в общем, эксперимент, есть эксперимент, пробуем. В общем, невзирая, не глядя, макаю кисточку. Вообще я их не вижу, этих теней. Возьму тон, потемнее. Потемнее. Вот эти я не вижу. Вот эти. Возьму вот темно-коричневые вообще. Я должна их вот так вот как бы нанести сначала и добавить вот в эту складочку. Ну, вот что-то вроде похожее вырисовывается. Я просто тени чуть-чуть подняла сюда на вот эту, выше складки подняла и захватила вот это вот темными тенями. Я сейчас попробую этим же цветом и еще внизу вот тут уголочки чуть-чуть подрисовать. И сейчас надо мне немножечко растушевать границы. Кисточка, чтобы она была не сильно, много на ней теней. Мне просто нужно вот это все растушевать, чтобы не было резких границ. Ну, что-то вроде того. Я не знаю, что получается. А сейчас я возьму тот цвет, который изначально я брала и немножечко еще подрастушую переход. Какую ошибку я сейчас делаю? Это то, что у меня в этой палетке тени и матовые, и сияющие. И для того, чтобы нужно взять цвет, я беру этот цвет, но не обращаю внимания на то, что матовый я взяла или сияющий. Поэтому у меня сейчас получается все в перемешку. То есть я сейчас добавила сияющего цвета, хотя вообще не рекомендую, когда в ближние веки не рекомендуют сияющими пользоваться тенями, лучше пользоваться матовыми. Ну и сама я тоже люблю матовые. Но за неимением ничего другого сейчас под рукой я использую то, что есть и посмотрим, что дальше получится. Этот же цвет я нанесу и здесь, вот от середины к уголку, к носу. Чуть-чуть под самыми ресницами. Ну, вроде бы видно. А теперь я беру светлые тени. Так как базы у меня нету, я беру светлые тени. Ну, совсем белые не хочу брать. Вот рядышком с ними такие чуть-чуть сероватые или как бы бежевые. Ну, близко к натуральному. Я сейчас возьму эти тени плоской кисточкой. И, как сказали, вот здесь чуть-чуть. Мне нужно взять складочку затушевать и взять выше складочки. Ну, вообще, я видела, как девочка это делала с базой. Очень хорошо получается. Но базы нету. Значит, обходимся тенями. Их почти не видно, я смотрю. Значит, я беру тогда белый, самый белый тон молочный. И буду пробовать ими. Ну, мне не очень совсем-то нравится. Но что-то похожее есть. Ну, мы репетируем, тренируемся. В общем, это эксперимент. Их же я наношу чуть-чуть сюда, в уголочек. И так же вот тут под бровями. Ну, вот такое нечто получилось. А сейчас я хочу взять самые темные, прямо черные тени. И так как у меня нету контура, попробую тоненький такой провести. Я даже возьму тоненькую кисточку. Тут так как имитация стрелочки, только тенями. Ну, в общем-то, интересно получается. До середины и до конца глаза это нужно растушевать. Я, честно говоря, смотрю и никак не могу понять, нравится мне или нет. Как-то непривычно. Но так как у меня веки разные, одно приподнятое, другое опущено, у меня такое впечатление, что здесь чуть-чуть чего-то не хватает темненького. Вот на этом вот веке. Поэтому я сейчас туда добавлю. Растушевочной кистью возьму. И вот сюда. А здесь чуть ниже. Так, получается, здесь чуть ниже я добавляю, да? А здесь повыше добавляю, получается. Поднимаюсь выше. То есть, когда у меня, естественно, расслаблено лицо, то я должна видеть, что у меня вроде бы как одинаковые глаза. Хорошо. Устраивает? Чуть-чуть я вот это растушую. И на этом я закончу. В общем-то, неплохо получилось. Но мне кажется, что если бы тени были все матовые, то был бы эффект, может быть, интереснее. Мне надо будет в следующий раз попробовать все матовые. Может быть, вы когда-нибудь увидите меня шикарно накрашенной. Прямо по-современному. Ну, а сейчас я просто по обыкновению подкрашу чуть-чуть реснички. И вернусь к вам. В общем, девочки, я подкрасила реснички. И вроде так ничего стало выглядеть. Глазки мне нравятся. А сейчас я хочу попробовать заполнить немножечко брови тенями. Беру темно-коричневые тени. Честно говоря, так как у меня брови темные, просто если светло-коричневые возьму, то их будет видно. То это надо вообще-то глобально мне менять цвет бровей. Поэтому какие они у меня цветом есть, я просто этот же цвет беру. И просто хочу заполнить чуть-чуть брови. Но одну попробовала, вроде нормально получается. В общем, ничего. Как вариант это подходит. Единственное, нужно, конечно, подобрать нужный цвет для бровей. Так как у меня волос светлый, но глаза карие. Поэтому мне нужно, чтобы, скорее всего, мастер мне уже сделала брови. Может быть, на татуаж пойду или еще там на что-то. Не знаю. Дочка подскажет, куда мне надо пойти. Куда мне надо пойти, доча подскажет. А пока что я сейчас просто тренируюсь, как бы делать макияж. В общем, вроде ничего. Я прилежная ученица. Ну, а сейчас я нанесу немножко румяна и подкрашу губки. Волосы надо тоже привести. Кто-то говорит, что румяна надо наносить от яблочка. Яблочко у меня где? К скулам. Ну, в общем, нанесу, как я обычно привыкла это делать. Обычно вот эта полоса, линия от уголка губ и к виску. Ну, вот я ее сейчас немножечко подрумирую. Пока разберешься, где там у меня яблочко, где что. Вот эта кисточка прямо хорошо наносится. Прям надо прям по чуть-чуть брать. То будет, если много, то это не очень, наверное, красиво. Если у женщины уголки губ опущены, то рекомендуют немножечко вот эти вот нижние губа брать чуть-чуть больше захват. Сейчас посмотрим. Ну, я решила взять вот эту розовенькую, так как у меня розовенькая блузочка. Накрашу розовую пель. Люблю делать так. Ну, просто привыкла. Да вроде бы ничего так. Можно даже в магазин сходить, да? Вроде бы нормально получился макияж. Можно не только в магазин, еще куда-нибудь сходить. Ну, в общем, я пока так похожу. Мне нравится. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok